Это северного степного Крыма, а сегодня какое число у нас? 26. 26, да? 23 градуса тепла. Челы работают. Посмотрю самую сильную семью, я сейчас посмотрел. Из купленных, короче, слабую семью, она, блин, ну, как короче, из купленных, самая слабая. Она из-за холода в развитии тормозилась, короче. Там 7 рамок расхода, и матка еще только-только там лазит в нижнем корпусе, но еще даже сеять не начало в нижнем. То есть там еще, там развитие отстает, там магазин, короче, будет ближе к акации прокидаться, наверное. Сейчас хочу сюда посмотреть. В общем, из-за этих холодов, очень сильно. А, вот это вот битком. Ну, опять же, сейчас посмотрю, как матка работает, освоила ли она на два корпуса. Потому что из-за этих холодов, апрель очень холодный был, вот сейчас только более-менее тепло уже, ну, стабилизировалось. Вроде бы, и тут нам в субботу опять дождей дышает. Там уже вроде температуры высокие уже дальше. Посмотрю, в каком она состоянии, как бы, чтобы понимать. Это самая сильная семья на сегодня у меня на пасеке. Сейчас посмотрю, в каком она состоянии. Это семья, которая по два этих... По два лотка битком набивала пыльцы на абрикосе. Посмотрим. Напрыск. Напрыск полностью налита. Побелки еще нет. Обычно я ставлю в магазины, когда начинается побелка, побелки нет. Я не вижу побелки. Ну, рамки, когда начинают белить. Попытные пчеловоды в курсе, что такое побелка. Ух ты! А хотя, лепить лепят. Ага. Наверное, этой семье... Смотри. Ага. Меня уже склеили. Вот эта семья, наверное... Походу, можно уже в магазин ставить. Потому что дальше сейчас будет тепло уже. Даже слепили, значит им уже тесно. Значит им уже тесно, реально. Лепят они уже в кучу слепы. Вот эту семью надо сейчас в магазин все-таки кидать. Ну да. Вот этот распорт битков. Маточка смотрю. Все, вот эту семью точно кидаем сейчас в магазин. Нектар льется. Ей некуда просто будет сейчас носить. Ну да, носить некуда будет. Нектар они будут матку подливать. Ну, таких семей бы. Одна-две может будет, пока на пасеке. Там есть одна такая. Вот, развитие сильно отстоят. Ну, что, наверстаем. Тут они клеят, в общем. Ну да. Да, надо им магазин ставить. Да, ставить. Хотя лепят они как из старого еще воска. Тихо, аккуратно. Не трута получается, да? Ну да. Им нужно трута выращивать. А у меня рамки, получается, не трутовые. Вот ушел вот там. Вон, вон, лазит. Пчела. Пчела? Да. Пчела в пыльце прилипся. Смотри, маточку, чтобы я не уроню. Я тоже. А, тут немножко есть трутовые рамки. Ну, в смысле, трутовые ячейки. Там немножко трута выращивают. А так им не хватает трута. Надо где-то выращивать. А они, получается, немножко там склеили. Ну, ничего. Это бывает. С весны такое обычно бывает. Потом уже магазины, когда подставятся, им уже будет где лепить. Где клеить. И они уже не будут этим заниматься. Это старая черная пчела. Да? Это старая черная пчела. Она уже не летает. Это зимовалая пчела. Я поняла. Летать она не может уже. Такая она черная. Кстати, можно посмотреть по этому личинке. Нет, тут никакого клеща нет. Клеща и близко никакого нет. Хотя, если бы он был, он бы тут был. Нет. Олега хорошая. Хорошо обработаны были пчелки. Никакого тут трутня нет. Он хороший провел. Работу именно по борьбе с трутнем. Клеща. Ой, с этим, с клещом. Смотри, все залито. Надо ставить. Короче, да, надо ставить. Все, вот эта семья требует постановки корпуса. Магазина, в смысле. Этой семье будем магазин ставить. С этой семьи мы будем. Это будет воспиталка, короче. Будем выращивать маток. От этой матки будем брать. Будем выращивать маток. Немножко свежим. У меня, бра, такое чувство, что старым воском строят. Почему? Непонятно. Своего воска нет. О, черка, слышал? Угу. Щурки падлы появились, кстати. Заметил, крякает. Теперь у меня. Да, щурка. Вон, вон, вон. Ага. Ладно. Появились у меня теперь щурки. Походу. Рамка от бруска до бруска. Засеяно. Где какие-то есть, там еще ячейки влупятся. Они сразу заливают нектаром. Доставить. Да. Вот эта вот семья уже срочно надо ставить. Магазин даже немножко просляпил. Надо ставить ей магазин. Даже немножко раньше можно было поставить ей магазин. Она изначально была сильной. В общем, я готова поставить магазин под товарный мед. Расплод полностью. И льют, и льют, и льют. В общем, некуда им лить. Чтобы вот это они освободили матки полностью. Я работаю по принципу на сжатом гнезде держу маток. Не даю им сильно разгоняться. Это невыгодно. У меня взятки тут слабые. С клочков медоносов. Поэтому... Моточку не видно? Ну, это все расплодное. По-моему, молчание. В общем, расплод битком. А края вот тут до верхушки подливают нектаром. Сейчас вниз смотрю еще. Ну, пройдемся сейчас. Сейчас вниз посмотрю. Сейчас расширю, а не перестану. Если полностью за это расплодное... Ну, битком расплод. Расплод битком. В общем, сильная семья развития не останавливала, развивалась. Вот, которые чуть послабее, они в развитии тормозились. Все-таки даже, несмотря на наличие меда, все равно тормозились они в развитии. Опять же, лепят, видите? Здесь уже говорит о том, что им тесно. Начали лепить, это значит уже... Я немножко провтыкал с расширения. Это индикатор сразу, что надо семью уже расширять. Дополнительный воск. Довел пчелу, даже не ужаливая. Я даже не пыталась ужинить. Просто утра. Да, конечно. Да, конечно. Ладно, не будем растягивать. Да, конечно, это все полностью расплод. Расплодная рамка. Битком сейчас будет. Меня сейчас в низу интересует, как оно там освоило. Надо в них залезть. Грета. Спасибо. Привет. Смотри. Это все свежее уже. Нектар налитый, то есть все. То есть мне надо ставить магазин. Ну, я вам приготовил магазин, сейчас я поставлю. Сейчас я покажу как раз. В принципе, ничего сложного. Это элементарно. Просто меня смотрят много людей, которые только начинают работать с такими ульями. Ну, тут перга, мед, в общем. Ну, некуда будет матке работать. А надо, чтобы матка полностью вот это все гнездо, бакфаст, освободит. Если дать магазин под мед, они мед весь поднимут вверх, освободят матке гнездо, и матка начнет сеять в большем объеме. То есть, чтобы не ставить третий корпус и не размазывать эти карматом, все это по трем корпусам. В общем, расплод карматом. Будет размазываться. Чтобы был компактный расплод именно внизу, а мед весь выдавливали наверх, чтобы получить майский мед сейчас. Даже апрельско-майский, короче. Вот, видно, напрыска на просто полностью. Это все напросто. Сейчас стоим. Сколько пальцы. Перги набили. Заливаются. В общем, все. Вот это вот семья готова. Сейчас посмотрим, быстрый конец. Можешь немножко тормознуть пока это все уберу. Пока паузу. Сейчас почищу, вон, видите, налепили как. Ну, как хорошо бакфаст уходит. Нету клеща. Раз по труту, клещи бы сразу в него полезли, если бы. Ну, вижу клеща. И хорошо. Уберу и пойдет напередок воск. Какой-то темный воск. Такое чувство, что они прям берут его со старых рамок. Это ничего не одинаково. Не белый воск. Это сразу показатель, что уже пора магазин ставить. Да, начинается. Начинается, чтобы вы понимали, если у вас вот такое уже произошло. Вот так налепили, значит уже все, пора магазинчикам. Значит уже пришло время магазинчикам. Впереди там тепло уже более-менее идет. По ночам уже такое плюс 10. Под утро там уже плюс 8. Ну, в общем, уже высокие температуры. Вон тут пергой все забили. Крайнюю рамку. Перга напросто. Все, это семерка. Внизу расколот. Должен быть распопчат. Вон, вон еще я вижу. Это семья уже готова к поставочке магазина. Здесь уже и пчелы достаточно. О, мамочка. О, мамочка хост. Вот такая красоточка. Красоточка. Джентльским сотом выведена. Другом моим. Маточка бакфаст. От этой матки будем пробовать выводить распотом. Ну, в смысле, маток выводить вообще. Все тут битком засеяно все. Распот полупился, все засеяно. Все засеяно. Матка с краем хорошо. Тут немножко подлепливают. То есть сразу, ну вот они подвисают немножко. Все распот полностью. Матка два корпуса освоила. Начали лепить перемычки. Значит, подлили нектаром. Уже лить получается, по сути, некуда. Чтобы они сейчас матку не поджимали, он тут все распот. Снизу он лепит. Снизу пока не буду трогать, пусть лепит. Не буду обрывать. О, видишь? Видно будет? Между распотом залили нектаром. Видно? Лить им уже некуда. Они сейчас будут матку поджимать. Сейчас надо либо давать матке следующий корпус. Получается, тогда меда никакого майского вы не увидите. Они будут его перегонять еще, получается. Матка будет занимать еще один корпус, засеивать там. Все это будут размазывать. В общем, никакого вы не получите. А можно, чтобы получить майский мед с этой семьи. Так как у меня дальше никакого-то мега взятка не предвидится. Будет такой же слабый взяток еще 4 месяца, в общем, продолжаться. Поэтому мне нет надобности, как бы, ну, нагонять дальше семью. Мне надо начинать получать с нее доход. Она уже доход приносит. Она принесла немало пыльцы уже. И сейчас уже начнет меркленность. Надо возвращать деньги у них вложены. Все битком расплод. Расплод. И, получается, где расплод лупится, они нектаром подливают. Все, это как раз... Надо лжить. Да, индикатор, что уже все, пора. Как раз вот сейчас в самый раз. Немножко даже чуть-чуть передержали. Холодно было. Ну, да, было прохладно, а то вчера некогда было. Все битком расплод. Немножко матка сейчас, да, ей как бы негде будет сеять. Но это, как бы, мне и не надо дальше, чтобы она сильно разгонялась. Этой матке, если ей сейчас дать волю, она будет сеять и сеять. Она столько пчелы нагонит. Мне нужно мед получать, а не пчелы. Доход я получаю не из пчелы, а из меда. Вот тут матка на крайне... Ну, на предпоследний тоже его пиргой забили, в общем. Можно, в принципе, было... Ну, вот тут крайняя рамка. Вот здесь вот не лепят ледка, а наоборот подгрызли. Какой-то вон даже прополисом налепили. Ага. Кстати, прополис надо, поэтому сейчас заберем. Было холодно. А, не налепили, да, холодно. Не лезет. Прополис заберем еще. Заберем прополисом. Здесь даром не нужен. Уже идет потепление. И подгрызли вот так вот рамку зачем-то. Она прополис заберем. Прополис кусок. Ну, крайне они все время такое что-то делают с ней непонятно. Как тамбур тут. Крайняя рамка лазеритка. Ее всегда так используют. И туда напросто носят. Вот такое подгрызает. Пахнет, да? Варианты какие есть. То есть, можно ее было бы ослаблять. Забрать отсюда граммки 3 с пчелой с расплодом. И отдать ее другой семье подтянуть. А можно поставить ее на мед. Так как я эту семью буду из нее делать. Ну, семью-воспиталку, короче. Буду выращивать здесь маток. В ней. Поэтому я сейчас ее буду держать на зажатой. И кидаю ее под мед. Она будет продолжать расти. Ну, просто не будет перегонять сейчас майский мед в расплод. Она будет расти именно так, как мне надо. В общем, нет у меня задачи нагнать 30 рамок пчелы. Мне оно не надо. У меня нет такой нужды. То есть, нет такой у меня задачи. У меня есть задача максимально взять доход с пасеки. Поэтому, чем раньше они начинают давать доход, тем лучше. Не буду я этой семье целостность нарушать. Я сейчас буду делать вот так вот. Смотрите, сколько пчелы тут. А что сейчас расход будет лупиться еще? Ага. Пчелы будут добавляться. И она уже сюда не поместится просто. Это показатель. Ну, сколько. Сними, сколько перемычек. Налепили. Вот так вот хорошо бакваст. Видите, как уходит. Мне нравится работать с баквастом. Потому что она такая пчелка. Послушная вообще. Попсикал, и она убежала. Видите, как с ними нормально можно работать. Спокойно. Никто тебя не атакует. Кто не жарит. Никто не это снять. Все прилепли. Матка не вышла. Смотри, поставлю. Тут что-то где-то. Рамка какая-то чуть разбухшая. Кранишь, что ли? Угу. Влажности. Ну, еще. Не нравится мне, как она тут стоит, конечно. Это рамка разбухшая. Просто вот так. В такой семье. Вперед, здесь. Сад, здесь. Тихо. Тихо. Корпус, блин, тут мне не нравится. Короче, я, наверное, сейчас заменю корпус. Ну, в общем, вы поняли. Сейчас я заменю этот корпус. Не нравится. Какой-то его расперло, разбух он. Как-то он не так себя ведет. Или местами их поменяет. В общем, вы поняли. Смысл вот такой. Поставил вот. А, тут я еще покажу сейчас. Это сушка. Сушка тут. Чистая сушка. Смотри, как уже белом. Чистая сушка. Да, они сейчас сразу сюда поднимутся. Вон они сразу поднимутся. Я же говорю. Это чисто сушка. Она пахнет медом с прошлого года. Она обсушенная, но она все равно пахнет медом. Пчелы сейчас моментально поднимутся и начнут работать. Спасибо за просмотр. Всем пока. И так со всеми.